Всем привет дорогие зрители! В сегодняшнем коротком видео хотел рассказать о том, что будет происходить дальше в линейке обучающих уроков по Android разработке. Мы с вами затронули самые первые, самые стартовые, самые простые вещи, ну и даже чуть-чуть коснулись XML шаблонов и рассмотрели Constraint Layout, Eliner Layout, основные компоновщики. И теперь мы вплотную приблизились к рассмотрению виджетов, то есть элементов, из которых собственно состоят Android приложения. К таким элементам относятся, например, различные поля, которые клиент, которые пользователь должен заполнять, различные кнопки, различные переключатели, текстовые поля и многое-многое другое. И дело в том, что, чтобы понять как и в принципе уметь создавать данные виджеты и вешать на них самый необходимый функционал, вам необходимо знать, как работает язык программирования, и в частности язык программирования Java, знать его базовый синтаксис, а также вам нужно понимать, как устроено объектно-ориентированное программирование. До этого я говорил вам, что вы можете обучаться нам по моим урокам, даже не зная языка программирования Java. Все-таки остается. Я считаю, что не нужно вам несколько месяцев тратить на изучение синтаксиса, делать какие-то нелепые задачки, потом осознавая, что вы несколько месяцев просто потратили впустую. Все мы сделаем, все по-другому сделаем по уму. Следующий, начиная со следующего урока, значит обучение будет строиться следующим образом. Я вам буду рассказывать, например, первого урока мы разберем то, как работает язык программирования Java и начнем с переменных. Я вам покажу, какие перемены есть на языке, существуют на языке Java и покажу, как эта технология, то есть как все эти перемены применяются в Android разработке. И так будем поэтапно делать. Через урок я вам потом покажу функции, для чего используются функции и как эти функции работают в Android разработке. Затем мы рассмотрим условные операторы и также в AI я вам покажу, как все это работает в Android разработке. Кроме того, после этого я уже готовлю большой фильм. Я сделаю для вас фильм по объектно-ориентированному программированию. Сделаем все это в игровой форме, чтобы не загружать вас терминами, а показать, как все это работает. И, конечно, все это перенесем на Android разработку. То есть мы будем показывать это все на Android разработке, но при этом простым игровым языком я вам расскажу, как все это работает. Вам не нужно будет ничего заучивать, как делают это большинство. Но и после этого мы уже сосредоточимся на элементах Android разработки. Рассмотрим все основные виджеты. Я покажу, как вам работают все основные переключатели. И будем погружаться в практику. Также я планирую записать несколько закрытых курсов. Один курс это будет по материальному дизайну. Я сделаю еще открытый видео урок, поэтому расскажу, что такое материальный дизайн. Кроме того, я планирую сделать также следующие курсы. Курс по технологии RecyclerView. В любом приложении, где выстроены элементы какие-то в ряд, и вы их, допустим, вниз скролите и просматриваете, это все RecyclerView. Раньше это был ListView, его заменил RecyclerView. Там тоже нужно понимать основы. В этом курсе также я затрону работу с базой данных. То есть мы там рассмотрим и обычный RecyclerView, и RecyclerView, который работает с базой данных. Потом мы рассмотрим несколько RecyclerView, которые работают с разными базами данных. На примере каталога с товаром и корзиной. Также я собираюсь в дальнейшем сделать курс по созданию полноценного Store Application. То есть это как интернет-магазин, но в виде приложения. Также планируется курс по созданию контентного приложения на примере, допустим, спортивного какого-то клуба. И также вас ожидает очень много других различных курсов. В общем, работа ожидается плодотворной. В этом видео я хотел рассказать, что ожидает вас самое ближайшее время. На самое ближайшее время мы начнем изучать Java. Причем делать это все в простой форме. И также у нас выйдет фильм по объектно-ориентированному программированию на языке Java. Да и вообще, в принципе, на любом языке. Но конкретно будем рассматривать на языке Java. А на сегодня у меня все. Всем пока.